Хореографический ансамбль Самурзакан Районный отдел образования сделал сюрприз детским садам Интервью с председателем районного собрания Бесланом Гонтария Гал готовится к Новому году, о чем свидетельствуют витрины магазинов, праздничные подарки и игрушки на прилавках И, конечно же, самая главная елка, установленная на центральной площади города Совсем скоро город засияет яркими огнями и будет готов встретить новый 2023 год Сегодня христиане отмечают Рождество по Новоюльянскому календарю Тень рождения Иисуса Христа является величайшим праздником христианства, вне зависимости от конкретного религиозного течения Рождество по Новоюльянскому календарю, практикуемому в западном христианстве, принято ежегодно отмечать 25 декабря В православной традиции эта дата соответствует 7 января Счастливого Рождества всем, кто отмечает этот праздник Желаем крепкого здоровья и мира в душе Пусть этот день и год будет полон счастливых моментов и радостных событий Служба государственной безопасности Республики Абхазия предупреждает о распространении грузинских и украинских телеграм-каналов под видом абхазских новостей, происшествий, политических сил, созданных целью распространения ложных публикаций и высказываний провокационного характера в адрес абхазо-российских отношений Добровольцев Республики Абхазия, дискредитации российской армии СГБ Республики Абхазия призывает граждан к бдительности и внимательности Международный фестиваль, в котором принимал участие ансамбль Самурзакан, проходил в Санкт-Петербурге с 9 по 11 декабря в Доме культуры железнодорожников В фестивале принимали участие как профессиональные, так и любительские хореографические коллективы Всего было представлено 96 номеров Благодаря упорному труду художественного руководителя Бесика Кубалия, хореографов и, конечно же, самих ребят, ансамбль Самурзакан завоевал гран-при за абхазский танец и два диплома первой степени за алванский и горский танец На конкурсе «Диагональ», проводимом в Москве, ансамбль также выступил достойно и завоевал гран-при за горский танец Кроме того, участники ансамбля стали лауреатами первой степени Репортаж Илона Микава 7 декабря хореографический ансамбль Самурзакан с гастролями отправился в Санкт-Петербург для участия во всероссийском многожанровом фестивале «Движение вверх» Организатором конкурса стал арт-комитет «Московское время» во главе с Александром Белоусовым Этот фестиваль организовал Александр Белоусов, который нас пригласил Особенно благодарность хотим веразить Александр Белоусов и Лана Амичева, которые нашу ансамбль так сильно, что они поддерживают И полностью вклад, который они для нашего ансамбля сделали Большое вам спасибо Для нашего ансамбля это важно на фестивале поучаствовать Которые уже видят люди все время в одном месте находиться и только в Галии Никакую большую арену выступить сейчас и в Санкт-Петербурге и в Москве Много поклонников уже имеем и много приглашений тоже имеем Международный фестиваль проходил с 9 по 11 декабря в Доме культуры железнодорожников Номинаций в конкурсе было несколько Хореография, вокал, музыка, художественное слово, цирк, театр мод и театральное творчество В фестивале принимали участие как профессиональные, так и любительские хореографические коллективы И отдельные исполнители из разных регионов России и других республик Всего было представлено 96 номеров Благодаря упорному труду художественного руководителя ансамбля Беслана Кубалия Хореографов Паты Хубулава, Кахи Цквитария, Зуки Джинджолия, Виктории Баркая Ну и конечно же самих ребят ансамбль Самурзакан выступил очень достойно И покорил сердца жюри и публики Несмотря на сильных и достойных соперников, хореографический ансамбль Самурзакан завоевал гран-при за абхазский танец И два диплома первой степени за алванский и горский танец Уже находясь в Санкт-Петербурге, ансамбль получил приглашение на участие в конкурсе «Диагональ», проводимом в городе Москва Танцоры хореографического ансамбля Самурзакан получили в конкурсе «Диагональ» и гран-при в номинации «Горский танец» в возрастной категории 12-16 лет Стали лауреатами первой степени в номинации «Народно-сценический танец» Руководители ансамбля награждены дипломами лучших руководителей Хореографический ансамбль Самурзакан въезжал на гастроли в Санкт-Петербурге и Москве 10 числа у нас первый фестивал проводился, это Санкт-Петербурге Большие достижения взял ансамбль Три номера мы имели абхазский праздничный танец, горский танец и албанский танец Гран-при взял праздничный танец, абхазский праздничный танец Горский танец взял лауреат первой степени, албанский танец взял лауреат первой степени 11 числа у нас было выступление уже в Москве. В Москве в гран-при взял албанский танец. Лауреат первой степени абхазский праздничный танец взял и лауреат первой степени горский танец взял. На этих фестивалях люди, жюри, все в восторге были. Очень приятно было. Даже на них смотрели, когда у них лицо было приятное, и на восторге были люди. В 5 часов утра наша съемочная группа встретила победителей у въезда в город Гал. А в РДК ансамбль встречали родные и близкие аплодисментами, песнями и танцами, к которым присоединились и сами юные самурзаканцы. В районном Доме культуры города Гал состоялось награждение участников ансамбля. В церемонии награждения приняли участие заместитель главы администрации, куратор отделов образования и культуры Джамбул-Кортава, заведующий отделом культуры Спартак Кабба, художественный руководитель и хореографы ансамбля. Мы хотим поблагодарить всех от имени руководства администрации Галского района, из состава ансамбля и организаторов. Особое внимание, конечно, нашему депутату Народного сооружения парламента Республики Абхазии Сергея Тимурова Домовича за оперативность, за вклад, за развитие этого ансамбля. Хочу поблагодарить и поздравить всех учащихся, поблагодарить его за то, что когда вы выступаете на территории Абхазии, вы представляете Абхазию. Когда вы выступаете за пределами Абхазии, вы представляете Абхазию. Большое вам спасибо и творчество успехов. Также благодарственное письмо вручается географическому ансамблю Санбуза в Розотах при районном доме культуры города Агат и руководителю ансамбля Угаля Беску-Георгиусу. С уважением глава администрации Абхазского района Филия Константину Угаля. Абхазий Константин Угаля Бесик Кубалия выразил огромную благодарность за помощь главе государства, руководству Министерства культуры, депутатам Народного собрания, районной администрации и всем тем, кто также оказывал поддержку ансамблю. Для ребят участие в этом конкурсе не только прекрасная возможность продемонстрировать свой талант в хореографии перед профессиональным жюри, но и возможность познакомиться с новыми людьми и увидеть прекрасный город на Неве. Но, как отмечают руководители хореографа ансамбля, у ребят не было времени на экскурсии. Они настолько сильно были нацелены проявить себя как можно лучше, что репетировали в любое свободное время. Несмотря на длинное расстояние, дети выложились, справились, подарили зрителям море впечатлений, ярких эмоций. Я очень доволен детьми. Я сам воспитанник этого ансамбля, знаю тут какая работа, какой упорный труд надо, чтобы достичь таких высоких целей. Но самое главное, дети справились. Дети были до такой степени заинтересованы, что они даже в гостинице танцевали, репетировали, отрабатывали движения, чтобы покорять сердца зрителей. Детский ансамбль из Галани собирается останавливаться на достигнутом. У Самурзака на большие планы на будущее. Они и дальше будут усердно работать по благо своего района и республики. В мае 2023 года ансамбль собирается принять участие в фестивале в Чеченской республике в городе Грозный. Нас пригласили в мае месяце, мы едем в город Грозный. Там у нас будет кавказский блок, будет идти отдельно. Там будут очень сильные конкуренты, достойные образцовые коллективы. Я думаю, что наши дети постараются и у них все получится. Депутаты Национальной Ассамблеи Никарагуа надеются на создание в парламенте Абхазии депутатской группы дружбы, которая способствовала бы укреплению связей между странами. Об этом на встрече со спикером Млашей Ашуба рассказал посол Абхазии в Никарагуа Инар Ладария. Ашуба отметил, что Народное собрание готово развивать межпарламентское сотрудничество с Никарагуа. Инар Ладария был назначен чрезвычайным полномочным послом Республики Абхазия в Республике Никарагуа, указом президента от 17 декабря 2021 года. Районный отдел образования в преддверии Нового года организовал приятный сюрприз для дошкольно-образовательных учреждений в виде новогодних елочных игрушек. Идею заведующей районного отдела образования Екатерина Габелия поддержала администрация Галского района, благодаря которой все детские садики района получили новогодние сувениры. Репортаж Илона Микава. Приятной неожиданностью для заведующих детских садов воспитанников дошкольно-образовательных учреждений стал сюрприз от районного отдела образования в виде новогодних елочных игрушек. Изначальная идея возникла у завро Екатерины Габелия. И благодаря поддержке со стороны районной администрации задуманное получилось реализовать. В преддверии нового года хочу поздравить всех жителей Абхазии и весь Каэрский район с наступающим новым 2023 годом. Год у нас этот очень тяжелый для всего мира. Дай Бог, чтобы следующий год принес нам долго мир, здоровья, удачу. И все, что хорошее в этом году у нас есть, чтобы в 10 раз добавилось на 2023 год. И от отдела образования хочется лично каждому заведующему за их труд поблагодарить и вручить им вот такие вот часы. И поздравить всех вас с Новым Годом, вашим семьям, детям, всем здоровьем. Спасибо за труд, за все, что вы делаете. Работать в садах – это очень тяжелый труд. Спасибо вам и всем низким вам. Всего в районе 7 дошкольно-образовательных учреждений. И все они получили новогодние украшения – разнообразные новогодние шарики, фигурки, мишуру и гирлянды, а также необходимый инвентарь для занятий, включая доски для рисования и настенные часы. Хочу поздравить всех с наступающим с Новым Годом, пожелать мира, счастья, добра. Спасибо, Валерьевна, очень приятно удивили, за приятный сюрприз. Огромное спасибо вас и вашей команде. Спасибо. Для нас действительно стало большим сюрпризом. Нас обрадовали тем, что подарили игрушки на елку, а для нас это действительно была большая проблема. Поэтому, Екатерина Валерьевна, огромное вам спасибо. Это было неожиданно. И спасибо вам за персональные подарки. Это правда очень приятно, потому что, когда труд оценивается, это всегда стимулирует человека к дальнейшей деятельности. И еще раз спасибо огромное. И хотелось бы поздравить весь народ Абхазии и вообще весь мир с наступающим Новым Годом. Пожелать мира, добра и счастья. Не первый год детские сады получают новогодние сюрпризы. Это уже стало доброй традицией. Районный отдел образования Галского района всячески старается оказывать помощь образовательным учреждениям и радовать детишек во время праздников и просто без повода приятными подарками и сувенирами. Инициатива была заведующая отделом образования Габелия Екатерина Валерьевна. Она решила так, что лучше подарить новогодние подарки такие, чтобы они остались навсегда. Не так, как было обычно какие-то конфеты, которые всегда съедали с детьми и забывались. Такие подарки, как сейчас, новогодние игрушки, они останутся навсегда. Инициативу, конечно, администрация поддержала в лице главы администрации Константина Эдуардовича. Финансовый отдел администрации поддержал в лице Хаджарата Рушаевича. Ну и, конечно, наш куратор тоже поддержал эту инициативу. И совместными усилиями были приобретены эти подарки. Кроме этого, наша профсоюзная организация в лице Эсмеральда Харитоновна Кецбая также подарит детям подарки всего на общую сумму 250 тысяч. Хотел бы поздравить с новым 2023 годом. Каждый Новый год нам хотелось бы, чтобы приносил только радость и положительные эмоции. Надеюсь, то плохое, что в этом году у нас было, оно останется в этом году. И только хорошее будет нас сопровождать. В следующем году, прежде всего, конечно, хотелось бы пожелать мира, добра, всех самых лучших благ, которые могут быть. Илона Микава, Бату Библая, Борис Ацуа, Галдове. Продолжение следует... Здравствуйте, Игорь Славович. Спасибо, что нашли время для нас. Расскажите немного о себе. Где вы родились, работали? И какие задачи считаете приоритетными сейчас в вашей работе в качестве председателя районного собрания? В первую очередь, в преддверии Нового года хочу поздравить весь район и республику в целом с наступающим Новым годом. Пожелаю нашим согражданам мирного неба над головой, здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях. То, что касается меня, я родился в городе Ачимчира, там же закончил третью среднюю школу. В 95-м году поступил в Абхазский государственный университет. С 99-го года начал свою работу в качестве преподавателя абхазского языка и литературы. В дальнейшем преподавал историю Абхазии. Начинал в Шашкварской средней школе, затем в 2002 году перешел во вторую среднюю школу города Гал. С 2011 по 2013 годы работал директором Первогайской средней школы. С 2013 по 2019-2020 год работал заведующим отделом образования Гальского района. Ныне являюсь председателем районного собрания. Основной своей задачей ставим помощь людям, населению в первую очередь. Какие формы работы используют депутаты с населением и с какими проблемами чаще всего обращаются к вам люди? Проблем в районе, к сожалению, хватает. Хотелось бы сказать, что проблем мало, но реальность сегодняшней жизни не только у нас, она повсеместно по всему миру очень сложна. Население к нам обращается по разным вопросам, пишут письма, пытаются получить поддержку, помощь. Это и в плане документации, и в плане каких-то административных моментов, которые в свое время были упущены и не доведены до конца. И мы по силе своих полномочий пытаемся решить эти проблемы, быть рядом с людьми, помогать им. Вообще многие гальцы высказывают недовольство по поводу несвоевременной выдачи документов, по поводу мусорной скалки, ну и много других вопросов, которые волнуют население. Что делается районным собранием, какие меры приняты, чтобы изменить эту ситуацию в лучшую сторону? Ну, вопросы с документацией района обычно решаются на уровне парламента и кабинета министра правительства. Был принят закон, который гласит, что человек, не проживавший менее 10 лет на территории Абхазии, не имеет права сдачи на получение вида на жительство. Основная проблема сейчас возникает в плане того, что людям, которые уже заканчиваются сроки на вид и на жительство, в свое время были в пункте прописка, заполнены датой равнозначной выдачи этого же документа. Но по истечению он составляет 5 лет, а закон гласит, что менее 10 лет непроживания на территории не дает права для повторного получения этого документа. Поэтому я думаю, что в парламенте и в правительстве подумают, внесут какие-то изменения в этот закон. У нас присутствовал депутат парламента от Галского района Димур Адамурович Шергелия. Мы с ним, со всеми депутатами вместе общались на эту тему, обсуждали на эту тему. И это взято во внимание. Что касается мусорной свалки, мы проводили тут совещание, значит, на эту тему. Ну, честно говоря, дела обстоят на этой свалке очень плохо. Свалка своевременно не закапывается. Прямой доступ скота и крупного рогатого и мелкого рогатого скота к этой свалке, она открыта. Вроде там есть охрана какая-то, но эта охрана такой объем территории физически не может охватить при всем желании. В данный момент, по нашему убеждению, данную свалку нельзя расширять, так как места, окружающие места, это сельскохозяйственные угодья, это миниоративные рвы, это поля кукурузные, всякого рода одногодних культур. Никто не проверяет уровень радиоактивности этого мусора, никто не проверяет уровень загрязненности. А сточные воды попадают прямо в эти рвы, прямое попадание. И эту сельскохозяйственную продукцию люди выносят на рынки. Это тоже молоко, сыр, это та же кукуруза, фасоль, ячмень и так далее. Все, что возделывается на этих полях. Есть желание, огромное желание закрыть эту мусорную свалку. Глава администрации, насколько я знаю, отправлял несколько раз эти письма с просьбой о прекращении завоза. Ну, будем надеяться, что в скором будущем эта свалка ТБО в Гулыребском районе будет доведена до конца ремонта ее открытия. И в район перестанут завозить твердопедовые отходы. Вообще, какие направления вы считаете перспективными развивать в районе? Что в этом направлении вообще в плане делается? Основным приоритетным направлением района, считаю, сельское хозяйство. Район аграрный, он всегда был аграрным районом. И население здесь очень трудолюбивое, труженики села, не поглодая рук, всегда работали, работают. Поэтому считаю нужным и от правительства, и вообще, если есть какие-то фонды, поддержку сельского хозяйства и так далее, или какие-то субсидии для этого, то вкладывать непосредственно в агропромышленный комплекс. Считаю нужным возрождение чайных плантаций. Сегодня все мы знаем, какую цену имеет хороший чай на мировом рынке. А он и земли, и природные, и погодные условия района всячески способствуют его благополучному развитию. Также считаю приоритетным разведение крупного рогатого скота в нижней части района, в нижней зоне, и в верхней зоне мелкого рогатого скота, который тоже здесь непосредственно хорошо растет и развивается. Также приоритетным направлением района считаю возрождение трех перепадных каскадов ГЭС, которые на сегодняшний день не вырабатывают электроэнергию, они находятся в запустелом состоянии. Если бы нашелся нормальный инвестор, который бы возродил эти ГЭС, то в первую очередь я считаю, что рабочие места открылись бы на местах. Далее бюджет и района, и государства пополнял бы тот вырабатываемый свет. У народа и у людей ничего невозможно отобрать, если законы и государства работают в пользу этого народа. А вот если подводя итоги, скажите, за этот год сколько вопросов было решено, какие решения, может, основные приняты? В нашу бытность было принято 54 решения, это в том числе принятие бюджета нынешнего, будущего года, изменение бюджета было принято. Также были приняты решения по выпасу крупного рогатого скота, были приняты решения по арендным платам административных и неадминистративных зданий, было принято решение о тарифах арендных помещений, квадратуры. Все это указано в документах, и я думаю, что благодаря этим решениям районный бюджет дополнился определенными суммами. И вместе с главой администрации Константином Эдуардовичем Пиле добросовестно выполняют работу во благо района, во благо государства. Спасибо вам за интервью, слава за веру, что нашли время для нас, успешной вам работы, всем благ. И вам огромное спасибо за освещение нашей работы, не только наших работ, за предоставление нужной вовремя информации. На этом наш выпуск подошел к концу. Встретимся ровно через неделю. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин